Привет, друзья! В этом ролике вы узнаете о продуктах, которые вызывают рак, а мы даже этого не подозреваем. Досматривайте ролик до конца, будет полезно и интересно. Погнали! Почему красное мясо и продукция промышленной мясопереработки может вызывать рак? Всемирная организация здравоохранения включила красное мясо в группу факторов, которые называются, вероятно, канцерогены для человека. Сюда входит и свинина, и говядина, и прочее. Красное мясо содержит большое количество гемоглобина, при расщеплении которого образуются нитросоединения. Подобные же процессы повреждают слизистую кишечника, запуская механизмы, ведущие к развитию раковых новообразований. Но особенно опасны всевозможные колбасные изделия и мясные консервы. Они тоже относятся к группе факторов. Все дело в том, что в ходе переработки мяса в него добавляют нитриты, которые под воздействием желудочного сока переходят в канцерогенные нитрозамины. Ах, ну да, еще туда кладут тонну соли, которая уж точно превышает нашу норму. Ее избыток провоцируют онкологические заболевания желудка, гортани, пищевода. Ежедневно можно употреблять не более 8 грамм соли. При злоупотреблении соленьями в организме накапливается хлор, который обладает канцерогенностью. Вот вам наглядный пример, который вывели ученые. При ежедневном употреблении 50 грамм колбасы, вероятность возникновения онкологического заболевания, того же, например, толстого кишечника, увеличивается на 18%. Однако, исключать мясо из рациона нельзя. Оно содержит массу ценных веществ, насыщает организм аминокислотами. Поэтому ВОЗ рекомендует лишь уменьшить потребление красного мяса. Все мы в той или иной мере едим мясо, даже я. Конечно, чаще всего это бывает мясо курицы. Та самая ВОЗ рекомендует лишь уменьшить потребление красного мяса и мясопродуктов, так как они провоцируют у человека развитие 12 видов рака, в том числе рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Поэтому, друзья, выбор за вами. Даже овощи могут вызывать рак, что не очень очевидно. Ведь фрукты и овощи ассоциируются у нас с полезными продуктами. Но все дело в нитратах, которыми обрабатывают эти овощи, когда они растут. Например, при выращивании используют большое количество азотных удобрений. Это, пожалуй, главный поставщик нитратов в организм. А вот при хранении плодово-овощной продукции, часть нитратов переобразуется в нитриты. Следующим же этапом следует то, как нитриты попадают в пищеварительный тракт, а затем под воздействием пищеварения переходят в нитрозамины. Как раз последние обладают высокой степенью канцерогенности. Чтобы обезопасить себя, следует помнить, какие продукты вызывают онкологию и покупать лишь безопасную продукцию. Есть парочку правил, которые стоит придерживаться. Например, не стоит есть овощи, которые долго хранились после уборки урожая. Также вредно есть картофель, который уже 4-5 месяцев хранится. Еще одним правилом следует то, что нужно учитывать. Ведь большая часть нитратов концентрируется в верхних слоях овощей и фруктов. Перед употреблением их нужно очищать от кожуры. Ну или хотя бы есть вареные овощи. Ведь при варке частично нитраты разрушаются. Вино продлевает жизнь. Как бы не так. Сюда относятся и другие алкогольные напитки. Международное агентство по исследованию рака относит алкоголь к канцерогенам первой и самой опасной группы. Алкогольные напитки вызывают несколько видов онкологии. Среди них рак молочной железы. Горты они, полости рта и глотки. А также еще куча всего. Ученые установили, что при уже имеющемся онкологическом заболевании риск летального исхода возрастает. Вместе с увеличением потребления алкоголя. То есть все просто друзья. Алкоголь как провоцирует рак, так и заставляет его развиваться. Особенно опасны те напитки женщинам. Которые относятся к группе риска развития рака груди. Им стоит избегать даже нескольких небольших порций алкоголя в неделю. Не случайно в ряде государств алкогольные напитки снабжают надписью с информацией о том, что употребление алкоголя грозит развитием рака. Копчености и соленья вызывают рак. Как бы ни было грустно. В процессе копчения в мясо и рыбу из сжигаемого топлива могут попадать канцерогенные полиароматические углеводороды. Самый опасный из них бензопирен. Это вещество, которое используют, чтобы вызвать рак у экспериментальных животных. Продуктам, которые вызывают рак, относят и шашлыки. Во время приготовления их окутывает дым. Он содержит бензопирен. Ситуация усугубляется, если жир капает. Он попадает на угли или раскаленную поверхность, где температура 500 градусов. Вследствие чего выделяется ядовитое облако. Как майонез и маргарин провоцируют рак? Давайте прикинем. Состав классического майонеза предельно прост. Оливковое масло, яйца, уксус и горчица. Однако производители используют при его изготовлении транжиры. Я тоже не в восторге от этой информации. Но ученые сделали это за нас. Их получают из жидких растительных масел. Путем воздействия химических веществ и высокой температуры. В результате меняется кристаллическая структура. Жидкие растительные масла становятся твердыми. Так мы видим маргарин. Выявлена взаимосвязь между употреблением транжиров и возникновением онкологических заболеваний. Транжиры содержатся не только в майонезе, кстати. Их используют производители чипсов, попкорна, печенья, конфет, пирожков, тортов, гамбургеров и прочего. На этикетках опасные для здоровья транжиры скрываются за терминами. Гидрированные или гидрогенизированные. Так что будьте аккуратны. Конечно, газированные напитки и подсластители тоже вызывают рак. В их составе искусственные подсластители. Вопрос о канцерогенности, который до сих пор считается открытым. Например, колу-зеро кладут аспартан, который недавно в принципе признали веществом, которое вызывает рак. Эти и другие продукты вызывают рак. Но есть продукты, которые убивают буквально ваше сердце. Подробнее о них смотрите вот в этом ролике. Подписывайтесь и до скорого, друзья. Подписывайтесь и до новых встреч.